Ребенок два дня прятался на входе в метро Рижское. К счастью, его заметила одна из волонтеров и начала искать для него помощь. Лена поехала. По дороге она позвонила своей знакомой Надежде и пригласила ее к поискам собаки. Надя отозвалась. Девочки вдвоем обошли метро, посмотрели в ближайших ответвлениях, в закутках, и возле одной проходной нашли мальчика. Девчонки молодцы. Тут же поговорили с охранниками и попросили, чтобы они подержали у себя малыша, пока девочки сбегают к машине и найдут поводок. Охранники тоже были просто молодцы. Отозвались по-доброму, помогли, придержали собаку, запустили ее к себе. Лена сбегала в магазин, купила ошейник, а опряжку, поводок они оторвали от ручки, от сумочки. И вот так они посадили мальчика в машину. Все это время мы были на связи. Наконец Лена сказала, все, Валя, мальчик в машине, Надя повезла и попрощалась. А дальше мы перешли на связь с Надеждой. И в восемь вечера гусар приехал к нам в Чехов. Ребята, я благодарю всех, кто отозвался и помог гусару найти теплое место. Гусар приехал. Да, малыш? Вот такой красивый у нас мальчик. Покажи морду, солнышко. Покажи морду, красавчик мамин. Маленький мой. Дай что-нибудь вкусненькое. Гусар, посмотри сюда, детка. Не бойся, малыш. Все будет хорошо. Не любит он сниматься. Сейчас. Ребята, вот так отгородили, потому что у меня две девчонки маленькие. Хочешь? Завтра поедем на обследование. Он хромает на лапу. У меня такое ощущение, что у него был все-таки по лапе удар. Уж больно грязная одна лапа. Да? Маленький мой. Мой хороший. Дай мама морду посмотрит. Давай, повернись сюда, котик. Он собак видит. Ну, ладно. И он, видите, вот такой. Постараемся его сейчас искупать, чтобы завтра отвезти к врачу. И обработать. Он дальнюю лапку, он на весу все время старается держать. Нет, хвостиком машет. Но все равно. Они для тебя слишком маленькие. Ребята, он метис-чау-чау с кем-то. Ни водичку не пьет, ни корм не ест. Я не знаю, что с ним. У него на ушки, не могу понять. То ли ободрано, то ли у него лишай. Похоже на лишай. Но ничего, завтра мы проверим. Голова, ребята, у него... Да, ребята, он был сбит машиной. У него удар на голове есть. Вот здесь. Не бойся, маленький. Именно поэтому, скорее всего, он в метро и отлеживался. И он не хочет на меня смотреть. Не любит он сниматься и все. Сейчас, ребята, мы еще накупаемся. Да? И все будет хорошо. Вот ранка у него, ребят, на голове. И вот здесь на шее шерстке у него рана. Я там открыла, у него рана. Вот там. Здесь. Не буду трогать сейчас. Красивый зверь, ребята. Это только запущенный. Он худой. Это просто на нем шерсть. Вот здесь косточки торчат. Вот шерсть, если прижать. Вот косточка. И вот косточка. Ребята, просто он очень пушистый. И он у нас, ребята, давно бичует. Это уже вторая бутылка лугового. Все, у меня это закончилось. Пять минут отплох. Ребят, это просто первое мытье пока. Хотя бы снять основную грязь. Это еще не основное купание. Основное это его здесь ночевать в ванной. Чтобы по основному его вымыть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 красивые. Поведи вот так помогут. Медвежонок, ты красавчик? Иди сюда. Иди ко мне. Сейчас я вытряхаться буду. Ты молодец, ты мой хороший. Ты красивый. Ребята, еле-еле отмыли. Дай Бог третью часть грязи. Ну, хотя бы немножко. Хотя бы немножко. Но блошек убрали. Блошки все. Отлично. Блошек у нас не будет. Ох, это чудовище. Ребята, мордочку мыть не стали. Он чуть-чуть дал помыть, и все. Но ему больно. Ему больно. Ему даже, когда начинаешь гладить, он сразу ушки поджимает. У него то там, то там ранки. И он сейчас вылизывает все ранки. Ну, слава Богу. Ну, что, половину грязи только смыли. Только половину. Больше не смогли. У него, видите, что-то на лапе. Там ранка. Да. Так, у малышей глистные нозы. Что, если есть проблемы, то у него проблемы вот здесь, в тазобедренных суставах. Давайте попробуем на всякий случай. Я думаю, что у него с коленями ничего нет. И со скакательными суставами тоже. У него и другие. Видишь? Вот я поэтому, когда вчера купала его, не могла понять, что с ним. И у него там, скорее всего, там тоже шрам. Не показывает? А, ладно. Вот, видишь, у него. Да, он весь в таких ранах. И здесь тоже, смотри. И здесь ранка, и здесь. Вот. И это не покусы, это. Другой стороны тоже. Ушки вижу. И не решай. Нет, так. И на голове тоже самое. Ну-ка, дай я покажу. А, нет, слушай, ну, годика два. Субтитры сделал Dima kasih. Друзья, в жизни каждого из нас встречаются беды. Бывают трудности. Но предавать друга – это самое последнее. Гусар домашний. Замечательный, чудесный, молодой пёс. Ему года полтора-два, не больше. Мы думали, что он утерялся. Но после того, как отвезли его к врачу и обследовали, выяснилось, что у мальчика дисплазия тазобедренных суставов и проблемы с кожей. Мальчик нуждается в лечении. И скорее именно эта причина стала тем, что его выбросили на улицу. Сейчас он временно в лохматой душе. Мы его обследовали. Ему назначено лечение. И уже сейчас гусар ищет дом. Это удивительный пёс. Бесподобно добрый и ласковый. А ещё общительный. Ребята, такие как гусар, рождаются один на тысячу. Это метис чаучау, скорее всего, с лабрадором. Огромный, персиковый, лохматый, косолапый и всё время улыбающийся пёс. Когда его отмыли, он стал удивительного персикового оттенка. Очень красивого. Друзья, перед вами новая лохматая душа. Его зовут гусар. Им он ждёт от вас помощи. Помощи, поддержки. Таких, как он, много. Преданных, выброшенных. Мир, он не просто жестокий. У него есть и другая сторона. Это доброта. Я призываю вас, мои хорошие. Давайте сплотимся. И давайте спасём ещё одну душу. Давайте действительно докажем, что мир — это не зло. Что он у нас полосатый. Добра вам, люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok